О еде изнутри. В связи с жалобами на качество питания в Ненецкой окружной больнице предприятие посетил депутат Госдумы Сергей Коткин и руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Елена Левина. О том, в каких условиях готовят еду для пациентов в больницу, туб-диспансера и жителей дома престарелых, смотрите в следующем сюжете. Значит, каша такая вот, манная, судя по всему. В связи с недавнейшим михой в социальных сетях по поводу качества еды и объемов порций блюд, поставляемых медфудом, депутат Государственной думы Сергей Коткин и руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Елена Левина посетили предприятие. Внимательно посмотрели, в каких условиях, как готовится продукция, какое меню, какой осуществляется контроль, где как хранение продукции. Свою деятельность организация осуществляет с 2016 года. В плачевном состоянии приняли помещение, за счет собственных средств сделали капитальный ремонт. На этих кадрах вы видите снимки помещения медфуда 2016 года. Заменили практически все оборудование. За собственные средства, да? Конечно. Систематически на предприятии проводятся проверки. Разработана определенная программа производственного контроля. Раз в квартал приходят у нас, берут анализ проб питания, смывы, воду холодную берут на анализ. Приготовление еды для больницы, дома-интерната для престарелых и инвалидов и дубдиспансеря проводится строго по технологическим картам. Каждый ингредиент блюда рассчитан до грамма. В данный момент расписываю полдень, завтрак и ужин. То, что по меню идет в больницу. Расписываю, делаю, собирается старая маркировка, кому какой вес и тому подобное. А я, например, гарниры готовлю. Соответственно, выписываю гарниры, которые должен готовить. Тут указано количество человек и вес. Сегодня на завтрак была приготовлена пшеничная и пшеная каша, творог со сметаной, молочный вермишелевый суп. Почему такое разнообразие блюд готовят на завтрак на предприятии? Потому что для каждого учреждения, куда поставляют еду МИДФУД, расписано разное меню. А для некоторых и несколько столов в соответствии с требованиями. А на обед сегодня был суп-рассольник больничный. Сегодня, находясь на пищеблоке МИДФУД, у нас появилась возможность попробовать еду, которая будет подана пациенту сегодня. У нас нет возрастного ограничения? Визу уголовного не работает. Действительно мало соли, но это необходимо по рецепту. А так вкусно очень даже. В ходе проверки прозвучали вопросы о качестве и сытности блюд, доставляемых в разные учреждения. Почему в доме-интернате еда сытнее и вкуснее, чем в больнице? Причина обоснована. У них идёт питание приближено к домашнему. То есть у них там даже в нормах есть майонез. У них идёт салат оливье. В больнице мы такого сделать не можем, потому что у них идёт лечебное. Также сотрудники МИДФУД раскрыли тайну густой каши в больницах. Консистенция блюда видоизменяется из-за белковой добавки в виде порошка. Это одно из необходимых требований Министерства здравоохранения. Это подъём калоража, подъём содержания белка, потому что в виде калоража, они должны удерживать белковую составляющую своего питания. Потому что когда человек болеет, идёт большой расход белка, особенно когда идёт инфекционный процесс. Но что восполнить, вот он идёт в исполнение через питание. Контроль качества доставляемой пищи в учреждение производится непосредственно в самом учреждении ежедневно. В каждом отделении создана брокеражная комиссия, которая отслеживает качество отпускаемой продукции. И за подписью заведующего отделения питание отпускается в отделение. Продукты для приготовления блюд доставляют от местных поставщиков, кроме мяса и рыбы. Их привозят из Москвы. По итогу проверки замечание не выявлено. Все соответствуют нормам и требованиям. Грубых нарушений, там, допустим, некачественной продукции, которая здесь есть, я не обнаружил. То есть то, что у нас идёт по карточкам, по технологическому, как каждое блюдо в определенной последовательности готовится в соответствии с определённым процессом, я пока не обнаружил. Напомним, что свою деятельность организация Медфуд в Ненецком округе осуществляет с 2016 года. Поставляют еду для ступдиспансера, Ненецкой окружной больницы и инвалидного дома-интерната. Катерина Тайбореева, Вадим Стасюк, Телеканал Север.